Guys, всем привет! Я заселилась в квартиру. Я никогда раньше не жила в квартирах и жила все время в отеле. Но выяснилось, что здесь не дают полотенец. И типа... Вытираться я буду с салфетками. Ну или не мыться, хотя я не знаю, как это возможно, если я очень грязная девочка. Для меня чистота имеет очень важное значение. Поэтому я даже не знаю, что мне делать. Было раньше. Я уходила из ванны, оставляя какой-нибудь волос. И когда я возвращалась, я знала, что его не будет. А теперь этот волос будет меня ждать. Не любимый человек, а волос. То есть вы представляете, вот этот ботинок, который я бросила, он так и будет валяться здесь, его никто не придет и не уберет за меня. Кровать останется незаправленной, если я сама не приложу к этому никаких усилий. Полный пиздец, мне даже оставили швабру. Просто, что это такое? Что это такое? Но здесь есть свои плюсы. Во-первых, эти тоу. То есть я могу перемещаться в Париж. Ры-я. Пиздец, короче. Вода пролилась, и теперь мне надо ее как-то убрать. Вот чем-то, чем-то, блядь, ее надо убрать. Ладно, мне кажется, швабра, она не подходит для этого. Здесь еще три швабра, блядь. Думаю, что у меня есть верное решение этой проблемы. Оп! Думаю, что все высохло. Отдельная история, конечно, это балкон и вид с балкона. Это просто космос! Как красиво! Ночью! Мулен рушь, смотрите, смотрите, мулен рушь! Если отреагироваться от молитвовых звуков, которые раздаются на всю Джакарту, то, в принципе, можно порелаксировать и помечтать. В целом, можно еще посмотреть телевизор. Правда, он не работает почему-то. Фак, это же пульт от кондиционера. Впервые за пять лет я буду жить не в отеле, а в квартире. У нас нету полотенец. Я купила себе полотенца. Это первый раз, когда я что-то покупаю себе для дома.